В эфире новости в студии Фатиме Сидометова прямо сейчас о последних событиях на полуострове. В память дважды героя Советского Союза. Как в Ялте проходит восьмой международный турнир по боксу. На грани гибели. В чем причина исчезновения можжевельника. 30 лет на страже здоровья от маленького отделения до полноценной больницы. Министру топлива и энергетики глава республики Сергей Аксенов дал карт-бланш на увольнение должностных лиц Крымэнерго. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона. На встрече с Вадимом Беликом Сергей Аксенов потребовал навести порядок в деятельности ГУП Крымэнерго и уволить виновных в нарушениях. Белик отчитался, что уже подписал приказ об отстранении должности начальника Ялтинского РЭС Сергея Лучина и его заместителя Игоря Хасанова. Он уточнил, что в Ялте проводилась служебная проверка, которая показала, что все компании в регионе, занимающиеся этих присоединениями, оформлены на родственников руководителей местного РЭС. Аксенов поручил министру провести аналогичные проверки в других подразделениях Крымэнерго в регионах. У вас полный карбланш, в том числе на отстранение должностных лиц, включая руководителей Крымэнерго, руководителей службы безопасности Крымэнерго и так далее. То есть как бы здесь в полном объеме, то есть как бы у вас на это есть все необходимые полномочия. По результатам служебной проверки могу сказать, что на территории Ялтинского региона работают три организации. Это предприятие Сирена Сервис, это общество с ограниченной ответственностью ХИНД и общество с ограниченной ответственностью КСК Вектор. Все три предприятия являются аффилированными структурами руководства Ялтинского РЭС. Кто-то хоть пытался из правоохранителей вникнуть в ситуацию, но в данном случае, или тоже ослепли там на месте, то есть не видят прямой связки. Правоохранителям там будет отдельный вопрос, то есть я обещаю, я его сам иниссирую с точки зрения бездействия. На встрече с главой республики Вадим Белик доложил, что лично проверит все нестационарные торговые объекты южного берега Крыма на законность их подключения к электросетям. Тысячи спасенных жизней и счастья забыть, что такое болезнь. Республиканская детская клиническая больница отметила 30-летний юбилей. Путь от трех отделений до современного многопрофильного лечебного учреждения в сюжете нашего корреспондента Айше Шулаковой. Я помогаю вам. Все хорошо? Ты молодец. С осмотра маленьких пациентов начинается каждое утро заведующий соматическим отделением Галины Левченко. Лечить и помогать детям. Заветная мечта врача-педиатра высшей категории. Уже в пять лет она была уверена, что это профессия призвания ее жизни. 30 лет общего стажа, из них 25 в республиканской детской клинической больнице. Можно сказать, с самого открытия. Когда начала строиться больница, я училась в институте. И загадала себе, что я обязательно буду работать в этой больнице с самыми тяжелыми маленькими детьми. И так сложились обстоятельства в мою пользу, что моя мечта сбылась. Я оказалась в этой больнице. Быстро стала заведующей отделением. Педиатрическое отделение на 60 мест, консультативная поликлиника и диагностические кабинеты. Таким был 30 лет назад первый блок республиканской детской клинической больницы. Сейчас это крупнейшая многопрофильная клиника Крыма. Здесь оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь детям со всего Крыма. 17 отделений по различным направлениям. У медиков высокая квалификация. Больница оборудована по последнему слову техники. Мощная диагностическая база. Если ребенок поступает, максимальный процесс обследования можем быстро провести, соответственно, выставить диагноз и, соответственно, быстрее начать необходимое лечение. Это очень большой спортспорье. Конечно, развитие нашей рентгенологической базы. Сейчас у нас стоит прекрасный магнитно-резонансный томограф. У нас стоит новый 64-стрезовый компьютерный томограф. Это позволяет очень серьезно расширить наши диагностические возможности и в то же время улучшить качество оказания помощи. Глобальные изменения в больнице произошли после воссоединения Крыма с Россией. В учреждении провели ремонт. Благодаря инновациям в медицине понизилась смертность, повысилась эффективность лечения. Прорыв и в онкогематологии. Вылечено полторы тысячи детей. В среднем на сегодняшний день выздоравливают более чем 70% пациентов. По отдельным заболеваниям, например, при остром лимфобластном лейкозе выздоравливают до 75% и более пациентов. Концертная программа о медали «Почетные грамоты». Именно так сегодня поздравили сотрудников Республиканской детской клинической больницы. Глава Крыма Сергей Аксенов лично наградил заслуженных медиков. Детскую больницу сделаем в следующем году образцово. Она должна получить все самое новейшее оборудование. По этому году купим еще аппарат УЗИ, самый современный. Мы считаем, что как раз это должен быть образец клиники для детей. Коллективу огромное спасибо главврачу Толе Васильевичу, руководству больницы, за большую системную работу. В больнице работает более тысячи сотрудников. Функционирует 399 коек. Ежегодно в стационаре получают лечение свыше 15 тысяч детей из всех городов и районов республики. Из них более половины проживают в сельской местности. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». В Ялте стартовал восьмой турнир по боксу, посвященный памяти дважды героя Советского Союза Аметхана Султана. Курортный город принял более сотни спортсменов не только из Крыма. Побороться за звание лучшего приехали боксеры из разных стран СНГ. На ринге побывала и наш корреспондент Лиля Виджат. Большой бокс с национальным колоритом. Долгожданный турнир начинается с трех государственных гимнов. На берегу Черного моря собрались десятки спортсменов, и они готовы проявить характер. За победу! Позади бессонные ночи и серьезная подготовка. До начала отборочных боев спортсмены оттачивают навыки, при этом демонстрируют наработанные приемы всем любителям бокса. Сегодня даже корреспонденты здесь, на ринге, могут попробовать свои силы, и ребята охотно делятся своими знаниями. Боксеры готовы, жюри настраивается на зрелищные бои. Для спортсменов это не только возможность испытать свои силы, но и шанс заявить о себе на международном уровне. Тренеры не сдерживают эмоции и дают советы прямо во время боя. Ведь на крымском ринге лучшие боксеры из соседних республик. А в числе почетных гостей – именитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира. Они приехали на полуостров, чтобы поддержать юных бойцов. Для многих молодых ребят это один из этапов трамплина в большой спорт. Я желаю, чтобы турнир процветал, успехов. Саму многочисленную команду представил Крым. На втором месте по количеству участников – Узбекистан. Поздравить крымчан приехали именитые тренеры. Они признаются, такое событие пропустить не могут, ведь на ринге их ученики. Это объединяет наши народы. Мы приехали в Казахстан, Дагестан, Узбекистан. Этот турнир дает очень огромный толчок молодым нашим боксерам. И вашим, и нашим. Пока только начало. И турнир обещает быть зрелищным. Ведь сдаваться никто не намерен. После нескольких дней сражений останутся самые стойкие. От всей души хочу поздравить всех участников. Мы еще раз подчеркиваем то, что действительно не существует никаких границ для реализации таких важных международных спортивных мероприятий. Хороший прием и объективное судейство – вот они главные критерии турнира. Перед арбитрами стоит задача определить сильнейших в многочисленных весовых категориях. А организаторам главное, чтобы все было справедливо. А имя Амитхана Султана стало символом крымского бокса. Лиля Виджата, Аким Пекиров, телеканал «Миллет». Лучший МФЦ в Крыму. Сегодня в Симферополе прошел конкурс «Лучший многофункциональный центр Республики Крым» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Всего в состязании приняли участие 850 человек. 10 претендентов вышли в финал. Победители конкурса представят Крым уже на всероссийском уровне. В течение полутора месяцев были тесты, были вопросы на месте, были характеристики с места работы. То есть учитывались отзывы граждан, жалобы граждан и так далее, активность самого сотрудника. Сейчас насчитывается всего по республике 25 полноценных МФЦ. Самый главный посыл главы республики в любых изменениях, преобразованиях, он всегда остается неизменным. Чтобы ни один гражданин Республики Крым не пострадал и не был ущемлен, либо он не смог получить вовремя все услуги, которые ему нужны. Участие общественных советов при органах власти Республики Крым в профилактике коррупции – главная тема сегодняшнего совещания. Организатором мероприятия выступил Комитет по противодействию коррупции. По словам председателя общественной палаты Крыма Григория Иоффе, состояние работы по борьбе с взяточничеством пока имеет много недостатков. И главная задача – проводить должный общественный контроль. Классическая коррупционная схема, по словам Иоффе, когда руководители госучреждений создают различные частные структуры, которые берут деньги за предоставление бесплатных государственных услуг. Также на совещании отметили значительное количество граждан, не имеющих возможности объяснить многомиллионные доходы и приобретения. Руководители общественных советов призвали серьезно отнестись к вышеперечисленным вопросам. Я хотел бы, чтобы наше совещание сегодняшнее способствовало тому, чтобы работа по профилактике коррупции муниципальных и государственных органов власти получила новое дыхание, чтобы вы стали, если не основными, то одними из основных участников этой работы. Эта работа должна быть в полном соответствии с принципами открытости и гласности. Объединению быть. Общественная палата Крыма поддержала инициативу депутатов Красноперекопска и Красноперекопского района об объединении муниципальных образований в один городской округ. Процесс объединения займет не менее года. Предполагается, что преобразование приведут к сокращению количества депутатов и чиновников, а сама система управления станет более эффективной. Кто за, прошу голосовать. Этот исторический шаг позволит повысить эффективность системы управления, а следовательно, станет выше качество и уровень жизни. Это общий бюджет, укрепление материально-технической базы, единая транспортная система. Преобразование приведут и к сокращению чиновничьего аппарата. Экономика нашего региона будет стабильной и будет развиваться в лучшем направлении. Не секрет, что наши инвесторы с опасением заходят на сельские территории, потому что много согласований, много каких-то бюрократических моментов в согласовании, например, и земельного участка, и предприятия. Когда это будет единый округ городской, все это будет проще делаться, меньше будет различных согласований и бюрократических препятствий. Конечно же, улучшится транспортное сообщение сельских территорий, потому что будет создан МУП. В сельских поселениях полностью сохранятся дотации и все социальные льготы. Кроме этого, территориальный орган самоуправления получит новый импульс для развития. Сейчас уже ведется работа по дорожной карте. Нужно будет нам подготовить, еще мы сегодня говорили о территориальных органах управления, нужно будет готовить положение, наделять полномочиями мини-существующие администрации сельских поселений, но они будут, как территориальные органы, наделять их соответствующими полномочиями, определять вопросы финансирования, потому что будет единый бюджет городского округа. Объединить два муниципалитета на общей сессии в Красноперекопске решили местные депутаты и сразу же обратились в общественную палату Крыма. Приятно, можно сказать, видеть, что даже депутаты, представительный орган Красноперекопска и Красноперекопского района снизу обратились и обратились не просто главе республики, не в совет министра, не в государственный совет, они обратились в первую очередь в общественную палату Республики Крым для обсуждения с общественностью этих вопросов. Больше положительных моментов, отрицательных моментов не Министерство юстиции, отрицательных моментов, не Министерство здравоохранения, Министерство социального труда и защитного населения, Министерство финансов. Плюсов, естественно, очень много. Минусов пока мы не видим. Общественники уверены, данные преобразования нужно вводить и в других регионах Крыма. Рекомендуют муниципалитетам изучить данный опыт. Только Симферополь не может изменить свой статус, так как является столицей. Город Саки, Сакский район, Бокчисарайский район, Белогорск, Белогорский район. Вот таких подобных еще есть несколько регионов. Есть смысл, наверное, эту инициативу, которую, подчеркиваю, была снизу, рассмотреть. Здесь обязательно будут соблюдены все демократические нормы. Будет создана рабочая группа, куда войдут не только члены палаты, но и наши эксперты, юристы, правоведы, государственное управление и так далее. Они рассмотрят, и после этого уже будет принят соответствующий закон. Все это нужно сделать, успеть сделать до предстоящих выборов. Ниакие изменения пока проходить не будут, пока будет идти вот этот процесс. Ясно одно – работа предстоит большая. Процесс – это не быстрый, займет не менее года. Еще предстоит провести два общественных слушания. Объединение муниципалитетов позволит решить много вопросов. Город сможет помочь деревне и в плане дорог, и в плане газификации, и в целом развитии. Как обещают местные власти, не изменится главное – тарифы на коммунальные услуги. Они в районе останутся прежними, сниженными в сравнении с городом. Крымско-Татарский театр успешно гастролирует в Оренбурге. Постановки проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В ней принимают участие 97 театров страны. Вчера труппа представила первый спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». По словам директора Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра Меджиде Мельгазеевой, местная публика их приятно удивила. Хотя именно этот спектакль был выбран спонтанно. Актеры подготовились к нему в кратчайшие сроки – буквально за полторы недели. Спектакль представлен на русском языке. По возвращению на родину актеры отработают его уже на родном Крымско-Татарском. Мы его обязательно подставим. Стань лидером бизнес-сферы. Под таким девизом прошло мероприятие для молодых предпринимателей Крыма. В каком формате был организован он в этом году, расскажет Надье Исаева. Сейчас у вас есть ровно две минуты, чтобы придумать название команды, так чтобы мы вас знали, слышали и запоминали. Деление на команды – это довольно-таки знаменательное и объединяющее мероприятие. Более 150 предпринимателей поменяли офисную скуху на игру под названием «Бизнес-полигон». Управление временем и персоналом, обучение финансовой грамотности, тренинги, дискуссии, мастер-классы от рейтинговых спикеров – всё в движении и на свежем воздухе. Мы идем от запроса, от того, что хотелось бы нашим предпринимателям видеть. В последнее время многие говорят о том, что мероприятия, которые проходят в больших залах, они не совсем динамичны, и ты целый день слушаешь, 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 а дальше ничего не происходит. Поэтому мы сейчас, как раз меняя формат, добавили в него и элемент образования, и элемент игры, где будут команды, где будут биться друг за другом, за приз, за право быть первым. Участники научились не только планировать и управлять своим бизнесом, ставить цели и грамотно распоряжаться финансами, но и достигать необходимого результата. Они смогли пообщаться в неформальной обстановке с представителями власти и получить полезные советы. У нас, когда проводили опрос, оказалось, что 38% людей, когда берут кредит, не сравнивают условия. А это неправильно. Для того, чтобы принять решение, брать или не брать кредит, надо вначале изучить, внимательно посмотреть ставки, посмотреть, какие есть скрытые проценты и страховые, например, услуги могут быть, и только после этого уже осознанно принимать решение. Эмиль Коновалов занимается производством одежды не так давно, чуть больше полутора года. Изначально пробовал себя в другом бизнесе. Первый свой проект открывал в Москве. Он оказался неудачным. На этом парень не остановился и продолжил работу над собой. Отмечает, что такие программы помогают наладить деловые и торговые связи в данной сфере. Есть такая интересная штучка на таких мероприятиях. Здесь все люди не случайны. Здесь ты по-любому найдешь либо какого-то действующего клиента, хорошего, либо какого-то партнера, либо что-то еще в таком формате. Финансовые рекламные агентства, разработчики сувенирной продукции, магазинов одежды. Участниками мероприятия стали представители разного бизнеса. Они удивляли организаторов своими безграничными творческими талантами. Если он хочет свободно трудиться и налоги, любовью платить, и страною России гордиться. Бизнес-полигон проводится уже в третий раз. Он помогает настроиться на новый лад и формат бизнеса. За последние годы Крым стал эпицентром многих мероприятий. И вот сегодня он вновь объединил начинающих предпринимателей со всего полуострова. Наджея Исаева, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Сохраним можжевельники Крыма. Катастрофическая ситуация. На полуострове может исчезнуть можжевельник колючий. Участились случаи его незаконной вырубки. Подробнее в ситуации разбиралась наш корреспондент София Шукурова. Этот житель Бахчисарайского района трижды был пойман на горячем. Всеместные лесники знают нарушителя в лицо. За два года парень незаконно вырубил и вывез на продажу более 50 можжевеловых деревьев. Ущерб в деньгах около 130 тысяч рублей. Буквально на прошлой неделе третий раз его поймали опять на незаконной рубке. Спилил деревьев можжевельника на сумму 25 тысяч 300 рублей штрафа. Возбуждено уголовное дело. Материал находится в полиции на разбирательстве. Ущерб крымскому лесу посчитать невозможно. Деревья срублены и новые, возможно, не вырастут никогда. В настоящее время сильно вырубается можжевельник, используется на поделки. То, что я вам ранее говорил, уничтожаются деревья с целью продажи и зарабатывания денег. Можжевельник колючий, хоть в Красную книгу и не занесен, но относится к редким и находящимся под угрозой исчезновения растений. Можжевеловых лесов на земном шаре осталось так мало, что вырубать их – преступление. Фитонцидная сила этого дерева в шесть раз больше других хвойных. Благодаря способности можжевельника обеззараживать воздух, крымские леса так целебны для больных бронхолегочными заболеваниями. А интернет тем временем пестрит самыми разными объявлениями о продаже сувениров. Только на территории Бахчисарайского района по неподтвержденным данным работают 16 предприятий, где производят изделия из можжевельника. Покупая в следующий раз душистый сувенир из можжевельника, подумайте, какой невосполнимый вред вы наносите нашей крымской природе. К примеру, вот это дерево, чтобы достичь таких размеров, росло более полувека. София Шукурва, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Это были все новости на сегодня. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова